Хохо Мехо Всем доброе утро! Это канал Будни Удмурта, меня зовут Рома. Снимаю про работу, снимаю про свою жизнь. Или нет, снимаю работу, снимаю свою жизнь. Это коротко. Сегодня у нас понедельник, 1 апреля, никому не верю, у вас спина белая. гуляем собакой время 10 утра сейчас у нас на мойку по дорожной сети по дорожную сегодня в планах у меня съездить по дорожной сети выматься наконец-то потом у меня запись стоматолог проверить зубы и заниматься своими домашними делами потому что сегодня у нас понедельник и рейсе как такового не было поэтому свободный день сейчас нужно дойти до машины проверить пробег и скинуть его механик потому что у нас отчет идет каждую неделю у кого какой пробег кто прошел того кто не прошел я получается сходу пришел 139 сейчас ждем пока сделает свои дела если плохо слышно это не яви ну вот это ветер давай пойдем к машинке зев здарова брат приветствую тебя с парка богатый курьер мы сделали телеграм-бота который называется богатый курьер турнир где каждый кто подключен к яндекс доставки через наш парк может посоревноваться с другими курьерами из нашего парка и выиграть один из множества денежных призов наш бот работает больше месяца и за это время мы разыграли более 300 тысяч рублей турнир работает по всем городам россии самое главное состоять в парке богатый курьер чтобы принять участие нужно перейти в телеграм-бота по ссылке в описании нажать на кнопку начать нажать на кнопку ввести номер и ввести номер телефона по которому вы зарегистрированы в яндекс доставки через наш парк после этих действий ты сможешь увидеть какое место в рейтинге ты занимаешь и 5 самых богатых курьеров на этой неделе в турнире ты сможешь забрать два приза сразу для одного тебе нужно заработать больше всех за неделю а для второго просто участвовать и выиграть второй приз случайным образом но помни чем больше ты заработаешь тем больше шансов что именно ты выпадешь на колесе фортуны жди вечера ближайшего понедельника где в прямом эфире нашего телеграм-канала богатый курьер мы разыграем 60 тысяч рублей случайным образом среди всех участников победителей будет 40 шансы выиграть очень высокие участвуй на этой или уже на следующей неделе на который мы разыграем еще 60 тысяч рублей и да поможет тебе удача а сейчас завел машину машина после того того было в субботу сегодня понедельник и машина очень тихо завелась и вот сейчас работает то есть сейчас слышно как работает печка вентилятор но машина прям шепчет то есть то как не сейчас скажу типа ну да конечно просто то получается немного подлечила машину это я сказал на любительском уровне я я тот человек который просто вовлечен в эту работу мне это все нравится я этим интересуюсь и вот такое вот наблюдение у меня круто круто я просто думал что перепады давления именно на движок на все компоненты именно машины они влияют же все равно и в какой-то момент машина начинает набирать обороты из-за погоды из-за катаклизмов которые вот ну внешне я имею ввиду плюс еще какие-то поломки машины вот это все влияет и влияет на звук и вот сейчас вот машина очень-очень тихо это такое типа просто просто наблюдение дилетанта еду сейчас мыть машину обслуживая машины по дорожной сети машина монтаж мойки не замерзайте некоторые кафе либо некоторые гостиницы по россии насчет моек что могу сказать именно в москве многие мойки работают очень плохо во первых не промывают до конца машину моют без щеток некоторые мойщики вообще предлагают тебе за дополнительную оплату промыть машину лучше некоторые просто очень плохо моют и все недавно звонил менеджер вот дорожной сети и спрашивал подскажите пожалуйста мойки которые вас не устраивают или какие загвоздки бывают на обслуживание этих моек но я им правду укусу сказал что только что вам рассказал все хорошо учтем а есть мойки которые отличились за последнее время я говорю с хорошей стороны да есть но по сравнению с тем перечнем который я вам рассказал да есть конечно назовите пожалуйста мы будем то ли поощрять то ли будем им рейтинг повышать ладно хорошо а есть мойки которые плохие я говорю да есть но я не помню вот этот вот чувак на протяжении всего нашего видео я не тупил я просто за этой фурой шел это вот газель она прям же прижималась ко мне и что вы думаете он просто перестроился в ту же линию тарапык очень много даже среди газелистов неадекватных тарапык короче едем на дорожную сеть посмотрим как меня сейчас вымоет еду в сторону подольска между подольском и климовском есть несколько моек которые обслуживают по дорожной сети будем наконец-то мыть хорошая погода надо машину в чистоте держать заезжаем в подольск сейчас тут будет извиняюсь сейчас тут будет камера на 60 и может быть вы услышали услышали услышите какой будет сильный ветер машину иногда даже сносит но шатает ее я сейчас пустой наверно не слышно ветер сейчас будет барабанная дробь сколько машин сколько машин здесь будет стоять на мойке так вижу фуры стоят уже так газели какие-то стоят возможно на мойку на самом деле так это у нас сервис вот это походу все на мойку что и требуется доказать здесь фуры стоят там фуры стоят здесь фуры стоят за этими фурами еще фуры газели малотоннажные поэтому сейчас вообще без вариантов вот один раз вот так вот фура заворачивала там пяти тонник был не то что фура и задела мне боковое зеркало левое короче без вариантов здесь каких-либо сейчас будем искать еще еду в подольск сейчас там есть около деловых линий около станции силикатная есть мойка которая тоже по дорожной сети работает работает до 10 часов вечера я не говорю что я должен в это время успеть но вот сейчас я еду просто некоторые мойки есть круглосуточные вот это например там сейчас ажиотаж куда я сейчас еду 30 минут до нее не знаю мне кажется там меньше народу потому что она находится на территории какого-то предприятия с пропуском нужно заезжать туда возможно сейчас ребята стояли мылись не по дорожной сети а просто типа увидели мойку и и все ну что На второй мойке тоже большая очередь Там на самом деле просто фуры Стоят, ждут с ночи Мне сейчас написал логист Говорит, у тебя есть Определенные документы Там за рейс Я говорю, да Вот их нужно отправить в любой терминал деловых линий А я понимаю, что я здесь близко Вот Появилось второе задание Второе дело Помимо мойки Которое касается работ Едем сейчас Со стороны силикат Ой, ой, ой Со стороны силикатной Есть деловые линии Поедем туда сдавать документы Отчетные документы после рейса Если кто не был Вот это промзона Около Подольска Между Южным Бутово и Подольском Так, благополучно я сдал документы Все нормально Сейчас Отправляемся домой 15 минут Безуспешно сегодня я съездил с вами на мойку Машину так и не вымыл А пропустить не можете, если увидите то, что я перестраиваюсь? Человек даже не затормозил, чтобы вы понимали А в зеркала его не было видно Итак, вывод с нашей поездки с вами На мойку Впереди камера на полосу Хорошо, что я заехал хотя бы сдал документы Это уже радует, что не просто так съездил Первый момент Обслуживаемся через дорожную сеть Обслуживаясь через дорожную сеть Именно в большом городе Будьте готовы, когда хорошая погода Что мойки будут все заняты У меня такое ощущение, что они заняты всегда сейчас То есть полмарта я ездил туда Сегодня 1 апреля я поехал туда На любую мойку Работаешь ты, не работаешь Занято Ладно, будем пережидать Второй момент Впереди камера на полосу Какой-то схемы Почти всегда загоняют Большую фуру И за ней маленькую Но это не во всех мойках Вот сейчас первая мойка, куда я приехал Там были малогабаритные машины И они загоняли вместе с фурами А вторая мойка, куда я ездил Которая была закрытого типа Там стояли только фуры Может быть это фуры были Этого предприятия На территории которой находится эта мойка Ну ладно, не суть И Третий момент Они настолько все быстро делают Что Ну и третий момент Никогда не предугадаешь И запланируешь Так, ну и третий момент Это То, что ты никогда не предугадаешь Свободна ли мойка будет сейчас В данный момент Сможешь ли ты Дополнительно какие-то свои дела сделать Поедешь ли ты там Утром перед работой Или во время работы Или после работы Или когда работы нет совсем Нужно каждый раз Предугадывать Или просто ехать и ждать Вот как вот делают Парни На первой На первой точке Они просто стояли там уже На протяжении трех часов Это газели Фуры это Ну Там мне кажется Просто Занять очередь Если много машин И ждать Потому что Одну фуру Мыть от Сорока до часа Ну Плюс еще какая там Сложность Что именно нужно мыть Короче Вот такие пироги Я заехал уже К себе во двор Сейчас будем Парковаться И заниматься Своими делами Домашними Приятного просмотра Это канал Будни Удмурта Продолжение следует...